Как готовится Владимиро-Суздальский музей к туристическому сезону? Сегодня об этом мы поговорим вечером с генеральным директором Владимира-Суздальского музея-заповедника Сергеем Рыбаковым. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем сначала с новостей. Совсем недавно все жители нашего славного города узнали о новой возможности. О том, что наконец экспозицию «История Владимирской тюрьмы» сможет увидеть широкий круг посетителей и наших телезрителей. Благодаря чему появилась эта возможность? Даже не сомневаюсь, что эта новость всех интересует, потому что, уж извините, но Владимирский Централ действительно является брендом Владимирского региона. Так уж вышло. Это действительно очень известное место. И экспозиция «История Владимирской тюрьмы» существовала уже достаточно давно, с 1997 года. Кстати говоря, в этом году исполняется 25 лет существования этой экспозиции. И она существовала на территории Централа, но, к сожалению, она была на закрытой территории. Она сейчас там находится. Доступ туда весьма ограничен, как мы понимаем. Да и главная задача была этой экспозиции, в общем-то, ознакомить с ее экспонатами сотрудников и каких-то приезжающих гостей. То есть все это было достаточно ограниченной историей. И сейчас принято решение сделать экспозицию открытой для того, чтобы можно было организовать ее свободное посещение. И с этой целью она будет вынесена за пределы вот этого охраняемого периметра, размещена в административном здании. И туда можно будет входить с улицы. Надо сразу сказать, что та экспозиция, которая формировалась 25 лет назад, она тоже создавалась при участии сотрудников Владимира Суллицкого музея. Причем самым активным. Наши сотрудники являлись авторами этой экспозиции. Ну, совместно, конечно, с известными очень специалистами по истории Владимирского Централа, которые служат в УФСИН. И там часть документов была предоставлена из музея. В общем, это было и тогда очень тесное сотрудничество. Поэтому совершенно логично, что спустя вот это время мы друг друга опять нашли и договорились с руководством УФСИНа о том, что мы совместно начинаем готовить помещение и делать новую экспозицию. Сразу скажу, что, конечно, нужно хорошо постараться, чтобы сделать такую экспозицию. Потому что это не совсем обычное дело. Во-первых. Во-вторых, мы же понимаем, что Владимирский Централ – это не совсем обычная тюрьма. И, конечно же, эта экспозиция должна быть посвящена не какой-то тюремной романтике или тюремной жизни, а история этого заведения, которое официально называется «Исправедительная колония номер два». На самом деле оно имеет очень старую историю. Еще с XVIII века основана она была при Екатерине II. И претерпевала в своем развитии целый ряд различных этапов, начиная от каторжной тюрьмы. И на самом деле действительно тут очень интересные связи с знаменитой Владимиркой, с этапами. И, конечно же, период советский. И все ее этапы, особенно советский период, они связаны с известнейшими личностями, которые находились в стенах этой тюрьмы. Ну, тут много перечислять можно, начиная от известнейших артистов, таких как Лидия Руслана, например, Лизоя Федорова. Говоря о том, что, например, там Паулюс находился, там короткое совершенно время, фельдмаршал Паулюс. Целый ряд других личностей, которые можно долго перечислять, даже, например, целое было организовано конструкторское бюро, которое из числа заключенных ученых, которое внесло очень серьезный вклад в оборону нашей страны во время Великой Отечественной войны. Вот вся эта история, именно история Владимирской тюрьмы, Владимирского Централа в контексте истории России и Советского Союза, вот оно и будет являться предметом экспозиции. Я думаю, что всем посетителям будет очень интересно. Нам нужно постараться действительно сделать качественную содержательную экспозицию. Это, конечно, процесс не быстрый, это не временная выставка. Я сейчас не беру на себя обязательства даже сказать какие-то сроки, но в любом случае это измеряется месяцами, а может быть даже годами. То есть нам нужно еще для начала подготовить, отремонтировать помещение. Оно уже есть? Да, помещение уже отведено, оно выделено, но там требуется ремонт. Кроме того, этот ремонт должен быть не просто обычный, а дизайн всех помещений должен быть сразу составлен, исходя из замысла экспозиции. Над этим мы уже работаем. Это в рамках нашего соглашения оговорено, наше сотрудничество. Далее мы должны, понимаете, любая экспозиция, она как книга, как рассказ. То есть ее нужно сначала написать, потому что я много раз про это говорил, еще раз повторю, что музейные собрания и музейные экспозиции отличаются от собраний частных коллекционеров тем, что это не просто собрание различных предметов, а это всегда связанный рассказ. Это информация, которую мы в просветительских целях доносим до посетителей. Соответственно, нам нужно этот рассказ грамотно написать, потом избрать форму его изложения и отобразить это в соответствующих тематик экспозиционных планах. Не будем, скажем так, выдавать какие-то конкретные сроки, тем более, что они связаны еще и с поиском финансирования, и с ремонтом. Ну, думаю, так. Ну, хотя бы можно сейчас уже рассказать о площади, которую занимает старая экспозиция, занимала, да, и планируемый масштаб? Ну, площадь будет побольше, вот, это точно, потому что теперь и самое главное, что это будет такое целостное помещение, туда действительно будет единый вход, и его хватит на все, собственно, и на, собственно, сам экспозиционный материал, на выставочные стенды и на расположение музейных предметов. Да, там будут именно подлинные предметы, безусловно. Конечно, будут, скажем так, инсценированы, сымитированы какие-то помещения тюремные, то есть камеры, кабинеты начальника тюрьмы и так далее. То есть какие-то, я думаю, достаточно будут интересные интерактивные вещи. Площади вполне достаточно, и, собственно, материал весь есть, осталось только работать. Мы уже активно приступили к работе. Я думаю, что, ну, год-два ближайший там, не буду загадывать, не все зависит от нас только. Ну что ж, это долгосрочная перспектива, а из ближайших какие экспозиции уже готовы к открытию, модернизируются, и что будет в этом году? Да, еще раз повторю, что смена экспозиции – это небыстрый процесс. Очень не хочется что-то, значит, наворотить, напортить и сделать не так, как нужно, поэтому всегда к этому подходим очень тщательно. Но действительно, значит, процесс смены экспозиции части, по крайней мере, назрел. И это происходит не потому, что, значит, кому-то хочется что-то реформировать, а просто есть объективный процесс развития музейного дела. Любая экспозиция живет определенное время. Это объективно, потому что меняется, во-первых, форма доведения информации, какие-то появляются новые технологические средства, ну, мультимедиа, например. Или просто, ну, скажем, развивается время. Мы же понимаем, что сегодняшний кинофильм очень сильно отличается от кино, там, 60-х годов, или 50-х, да, или даже 90-х. Соответственно, точно так же и с музейными экспозициями. Это первое. Второе. Меняется все-таки содержание, потому что, ну, если взять, например, историю Владимира Суздальского княжества, историю Аполли, например, Суздальского, мы за последние 20 лет получили столько новой информации, ну, прежде всего, за счет археологических находок, что, в общем-то, картина, скажем, историческая для нас тоже во многом поменялась. И мы обязательно вот эти, скажем, достигнутые научные знания в области истории, археологии, источниковедения должны как-то отражать в экспозиции. Мы не можем оставаться на прошлом этапе развития науки. Я думаю, что уже ни для кого не секрет, знают наши посетители, что сейчас идет уже реэкспозиция картинной галереи. Вот. Опять же, не разрушая, не ломая, но мы хотим выстроить такую целостную картинную галерею на всем протяжении второго этажа, начиная, в том числе и в хронологии, потому что у нас достаточно интересная, например, коллекция живописи 18-19 веков, причем, может быть, там, ну, как бы, недостаточно картин кисти великих мастеров, но, с другой стороны, у нас очень интересно, например, явление копии, копийных, подлинных картин 18 века с тех же самых картин великих мастеров. И они хранились в наших собраниях дворянских, в Воронцовых, в Андреевском, в Харповицкого. И, действительно, эти картины очень интересны, потому что они создают нам такую целостную картину, вот работы этих самых, ну, в большей степени, конечно, крепостных художников, мы это понимаем. Это такое специальное направление. У нас очень интересная коллекция, например, примитивной живописи, так называемой. Есть такое понятие для живописи, в основном, где-то 19 века. Такой вот бытовой, может быть, немножко своеобразный и такой не совсем, как сказать, первого ряда, может быть, портрет. Но это очень интересные портреты купцов, портреты священников. Мы их обязательно выставим. Это вот у нас такое, можно сказать, уникальное собрание в музее есть. Кроме того, конечно же, интересны есть и коллекции 19 века реалистической живописи. В том числе мы можем говорить, безусловно, о нашей сокровищнице. Это самое большое собрание Владимирской школы живописи, которая, как я считаю, должна быть очень полно представлена в нашем собрании. И у нас есть интереснейшая коллекция, которая когда-то была выставлена в Суздале, потом она вообще убрана была в запаснике. Наивной живописи, так называемой, это, я считаю, очень серьезное явление 20 века. При этом у нас самая большая в стране коллекция наивной живописи. В общем, все эти вещи, они взывают просто к тому, чтобы быть выставлены, доведены до посетителей и грамотно обустроены в виде экспозиции. Ну, ни для кого не секрет, что назрела, конечно, реэкспозиция исторического музея. Мы это понимаем. При всей добротности нынешней экспозиции, она давно уже существует. И мы будем сейчас этим заниматься в самые ближайшие годы. Это для нас очень важная задача. Главная идея нашей реэкспозиции и вообще подхода нашего к истории, она исходит из понимания миссии нашего музея. Безусловно, наш музей очень разнообразный, он большой, в нем много коллекций. Но мы понимаем, что все-таки главный стержень нашего, скажем, устремления нашей работы, это средневековая северо-восточная Русь. То есть это Владимиро-Суздальское княжество, как в смысле ее социальной, экономической и политической истории, безусловно, так и, конечно же, белокаменное изотчество. Поэтому в планах наших создание специальной экспозиции, посвященной белокаменным памятникам. К сожалению, ее нет. А это очень важная часть, потому что 99%, наверное, процентов, не будем лукавить, туристов едет там смотреть белокаменные памятники. А потом они, безусловно, хотят увидеть, что это за феномен, откуда он возник, почему именно здесь, на Владимиро-Суздальской Руси, сложились вот такой архитектурный феномен. Такая уникальная и в то же время связанная многими нитями с мировой культурой, в частности западноевропейской, особое направление в архитектуре. Конечно же, очень интересно было бы увидеть все эти памятники в экспозиции, увидеть, как они строились, технологию изготовления. У нас, например, есть просто уникальные, я считаю, например, предметы. Это инструменты мастеров, которые делали белокаменные памятники. Они были найдены в свое время на территории Рождественского монастыря. То есть, вот такие планы. Конечно же, нынешняя наша временная экспозиция «Сунгирь» обязательно преобразится в постоянную экспозицию, потому что это очень важная страница нашей Владимирской территории, которая должна быть обязательно размещена у нас. Ну и, конечно, не могу сказать о выставочном пространстве так называемой «Галера», как у нас Владимирцы ее называют на территории нашего парка. Мы будем там размещать такое современное трансформируемое выставочное пространство, где будут располагаться различные временные выставки, но и в то же время проходить мероприятия разного рода. Спектакли, концерты, какие-то творческие вечера, встречи. В общем, такая, мне кажется, достаточно интересная будет история, и мы ее в самом ближайшем времени откроем. А времени открытия сообщим специально, вот как мы всегда это делаем. Ну, конечно же, еще мы говорили сейчас бы о уникальных фондах музея, и здесь открыт до сих пор вопрос по поводу фонда-хранилища, как сегодня, на каком этапе он продвигается. Да, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, конечно же, для посетителей музей – это прежде всего экспозиции и выставки. Но, тем не менее, я скажу такую статистику, хороша она или плоха, но она реальна. На наших экспозициях и выставках находится никогда не более 3% наших предметов нашего музейного фонда. Это обычная статистика для любого большого музея, мы не можем все выставить. Но это еще и другую сторону отражает. Вот 450 тысяч приблизительно музейных предметов в наших фондах. То есть главной задачей этого музея, на самом деле, является хранение. Потому что музей – это то место, где вечно, не побоюсь этого слова, музей – это такие вот ворота в вечность. Это то место, где вечно должны храниться те самые артефакты, то культурное наследие, которое нам доверено. Поэтому первостепенно и важнейшей задачей, которая, конечно, скрыта в основном от глаз публики, это является вопрос сохранения нашего музейного фонда, музейных предметов. С этим, к сожалению, в нашем музее все не очень хорошо. Потому что никогда в музее не было специализированного фонда хранилища. Это огромная проблема, потому что у нас одно из самых больших собраний в России вообще. Но вот эти 450 тысяч предметов, из которых половина археология – это очень такое объемное и сложное хранение, у нас, извините за жаргон, рассовано по чуланчикам, по комнаткам, по всяким случайным помещениям, которые только мы смогли найти. И самое главное – это разрозненно. Все очень разрозненно. У нас сейчас имеется где-то приблизительно около 2000, вот если все сложить вместе, 2000 метров квадратных для хранения предметов. А нам нужно минимум 5, вот даже сейчас, чтобы соблюдать все условия. Но при этом мы понимаем, что мы сейчас активно начали принимать предметы археологии, вот с активных раскопок Института археологии в Аполье. И этого количества требуемой площади будет возрастать. Нам удалось договориться с областной администрацией, за что и огромное спасибо, о передаче нам безвозмездное пользование бывшего профессионального училища в городе Суздале. И площадь этого здания – 3000,5 квадратных метров. Я думаю, что мы на первое время решаем эту проблему. Это действительно вполне подходящее здание. Это действительно для государства огромная экономия, потому что чем стоит новое, конечно, придется затратить деньги на его ремонт и на оборудование. Но это такие более реальные затраты, и мы очень надеемся, что в ближайшие год-два-три это здание будет запущено, встроено и поставлено, и у нас будет свое собственное, наконец-то, фондо-хранилище. Ну и немаловажный вопрос, что предметы нужно не только хранить, а еще и реставрировать. Соответственно, этому всегда у нас уделялось большое внимание в музее. У нас очень хороший штат такой реставраторов практически по всем направлениям реставрации предметов. У нас укомплектовано всеми нужными нам специальностями. Но, к сожалению, тоже никогда не было вот такого специализированного здания с помещением, где можно было это организовать правильно. Потому что вопрос, вот сейчас если спросить про реставрацию музея, для нас самый главный вопрос это вопрос именно площадей. Во-первых, для того, чтобы, ну, понятно, что было удобно, безопасно для здоровья, в том числе, кстати, и для условий труда работать реставратором. Во-вторых, организовать многопоточную реставрацию, потому что, ну, понятно, что надо как-то сделать так, чтобы не один предмет, а, например, одновременно два-три делалось. Да, для этого нужны площади. Ну и, в конце концов, есть просто такие предметы, для которых сейчас, ну, вот просто нет площади, где его даже разложить на столе. Вот есть, например, такие живописные полотна у нас, которые мы не можем отреставрировать, а их давно надо отреставрировать. Просто потому, что негде поставить такой большой стол. И в этом плане нам, конечно, очень подходит вот то помещение, которое было приобретено музеем. Это на большой нижегородской здании, площадью полторы тысячи квадратных метров. Сейчас мы активно ведем там ремонт. В принципе, он уже ближе к такому какому-то реальному завершению. Дальше встанет вопрос о закупке оборудования. Ну, я думаю, что мы будем запускать это здание как реставрационный центр, именно музейный. И, ну, в ближайшее время, то есть мы будем быстрее это делать, даже там при условии, что какое-то оборудование будет докупаться, размещаться потом. Но нам важно начать вот этот процесс в нормальных условиях и с такими нормальными темпами и нормальным качеством. Потому что реставрация – это очень важное для нас направление. Пользуясь тем, что у нас действительно квалифицированные очень реставраторы известные, мы сможем оказывать не только заниматься реставрацией собственных предметов, но и сможем, например, оказывать услуги для других музеев, для частных коллекционеров. Да, такие планы у нас. Мы прервемся сейчас на блок коммерческой информации. Сразу после рекламы мы узнаем о том, как отразится отток иностранных туристов на Владимиро-Судовском музее-заповеднике. Мы возвращаемся в студию, напоминая нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях генерал-директор Владимиро-Судовского музея-заповедника Сергей Рыбаков. Возвращаемся к нашей теме. Конечно же, сегодня мы переживаем непростые условия, уже такие исторические. И вот здесь, конечно, хочется особое внимание уделить гостям, тому потоку, который всегда составлял очень большую долю, как посетители всех экспонатов, всех выставок, всех объектов Владимиро-Судовского музея. Каков процент иностранного туриста, уже по статистике прошлых годов, был у нас во Владимире? Да, я хотел бы сразу начать с того, что Владимиро-Судовский музей в этом плане музей необычный. Дело в том, что еще в советское время так сложилось, причем целенаправленно сложилось, так это было организовано, что Суздаль, ну и Владимир, безусловно, тоже, но, конечно, каким-то главным местом всегда был Суздаль. Он устойчиво стоял в ряду трех самых посещаемых городов России, Советского Союза даже точнее, для иностранцев. Это Москва, Петербург и Суздаль. И поток туристов иностранных всегда был очень большой, на этом, в общем-то, здесь все держалось. И, конечно же, многое было и направлено на работу именно с иностранцами. Ну, например, у нас экскурсоводы все до сих пор владеют иностранными языками, могут вести экскурсии на многих языках, не только на английском, но на французском, итальянском, испанском, даже на китайском. То есть это, как всегда, считалось обязательным. И поэтому, конечно, когда ситуация изменилась, она изменилась, конечно, не сегодня, она изменилась с началом пандемии очень сильно. Поэтому мы всю статистику обычно приводим по 19-му году, как, вы знаете, было такое в советское время правило, 13-й год вспоминать, 1913-й. А вот мы все время вспоминаем 19-й год, потому что это последний такой допандемийный год, когда все было еще вот как-то естественным образом развивалось. На 19-й год, кстати, это не самый высокий показатель, но из 1,2 млн посетителей нашего музея иностранцы составляли 206 тысяч. То есть получается где-то 20%. Много это или мало? На самом деле много. Потому что, во-первых, это не самые высокие показатели. Бывали годы, когда было их больше. Во-вторых, это был очень устойчивый поток. В-третьих, это не индивидуальные туристы. А так что-то традиционно сложилось, что в Суздаль всегда иностранцы ездили группами организованными, а это всегда, скажем так, несколько больший заработок и несколько большей стабильности, я бы так сказал. И в-четвертых, это, конечно, самый высокий чек. То есть иностранцы, как правило, посещали все экспозиции. То есть уж если они приезжали, то действительно они не экономили, ходили везде. И европейцев я имею в первую очередь. То есть, собственно говоря, это, конечно, самый был такой благодарный посетитель нашего музея. Ну и потом понятно, что для них это, у них это все вызывало восхищение, там, в силу знакомства совершенно новой культуры, необычной для них и так далее. То есть, конечно, с иностранцами работать было хорошо. Но получается теперь, что этот поток практически полностью исчез. Скажем так, по итогам 2021 года иностранцев было всего 1700 человек. Ну, можно сказать, ничто. Это уже в пределах погрешности, там, 0-15%. К чему это все приводит? Безусловно, это падение посещаемости. Безусловно, это падение доходов в музее. А я про доходы сразу скажу, что дело не в какой-то меркантильности или в жадности. Дело в том, что федеральные музеи все находятся в очень таком интересном положении. В отличие, например, от других учреждений культуры, там, например, областных или муниципальных. Мы сами на себя зарабатываем. Вот из бюджета за 2021 год, да вот за какой возьмите, за 2019, значит, примерно делится пополам. То есть, 50% это субсидии Министерства культуры, 50% это наш заработок. То есть, то, что мы получаем за счет билетов. Мы в такие условия поставлены и фактически являемся, как, знаете, в старину говорили, хозрасчетной организацией. Поэтому, конечно, вопрос заработка для нас тоже очень важен. Ну и, безусловно, посещаемости. Потому что дело не в том, что мы получим больше туристов и сможем лучше прожить. В том смысле, что, конечно, да, зарплата сотрудникам, но не надо забывать, что все, что доверено музею, оно же ведь содержится за наш счет. То есть, получается, что мы должны обеспечить сохранность памятников, их реставрацию, поддержание сохранности, значит, реставрацию музейных предметов, организацию экспозиций тоже за свой бюджет. Поэтому, безусловно, это не только наше благосостояние и благополучие, а это, прежде всего, сохранение того, что нам доверено. Поэтому это предельно важный вопрос. Но очень важно еще и то, что посещаемость является просто самым объективным показателем вообще эффективности нашей работы. Ну, потому что, если музей интересен, значит, в него приходят люди. Если посещаемость экспозиции падает, это означает, что музей становится менее интересен. Поэтому это для нас как градусник. Мы сразу меряем, вот сколько посетителей, и поэтому делаем выводы. Конечно, 20-й год из-за пандемии был очень серьезный провал. В два раза. То есть, у нас 600 тысяч примерно было посетителей, из 1,2 млн. Главное достижение 2021 года, я считаю, то, что мы вернулись на уровень 2019 года. У нас по итогам года тот же самый 1,2 млн посетителей. Ну, если быть точно, 1,162 млн. И я считаю, это вот главное достижение, что невзирая на потери иностранцев, невзирая на пандемийные ограничения, в том числе и для наших граждан. Вы знаете, что у нас какое-то время не проводились массовые мероприятия, например. Мы вернулись на тот уровень, и считаю это большим достижением, то, что мы опять вернулись в ситуацию, когда можно дальше работать и наращивать наши потоки. Вот я думаю, и так. Поэтому, что тут дальше комментировать? Мы стараемся работать и преодолевать те вызовы, которые перед нами возникают. Ну, зато я очень надеюсь, что наши люди, наши граждане начнут все-таки еще больше ездить по стране и знакомятся с нашими памятниками, с нашими достопримечательными, с теми туристическими местами, которые у нас есть. А уж Владимир, Суздаль и вся наша Владимирская область, это, я считаю, просто то место, которое каждый гражданин нашей страны обязан посетить и неоднократно. То есть в этой ситуации, мы говорим сегодня о развитии внутреннего туризма, и вот все, что сложилось, оно просто логически должно способствовать. Да, безусловно, потому что это, конечно, наша задача, в первую очередь, просветительская, как культурное учреждение, чтобы как можно больше наших граждан к нам приходили. Причем у нас есть задача, конечно, повышения возвращаемости, то есть так, чтобы люди приходили не один раз, а приезжали в Суздаль, Владимир снова и снова, и более досконально знакомились с нашими памятниками. Конечно, это, опять же, вопрос о создании интересных экспозиций и о проведении, безусловно, интересных мероприятий. Мы должны также сказать еще одну вещь, очень важную, что меняется структура туризма, внутреннего, безусловно. Дело в том, что для многих эта цифра будет неожиданной, но если мы с каким-то удивлением некоторым говорили, насколько падает организованный туризм в прошлом году, и говорили о том, что это всего лишь 30%, 20%, то есть теперь уже 80-70% это туристы индивидуальные, и только 20-30% это туристы из турфирм. Но я вам скажу, по итогам двух месяцев, января, февраля, мы подвели предварительные итоги, цифра вообще нас удивила, 8%. Только 8% это организованные турфирмы, и 92% это индивидуальные туристы. Хорошо или это плохо, я не знаю, но это объективный процесс, когда людям хочется путешествовать самим, со своей семьей, на машине, приехать, когда хочешь, куда хочешь, заказать гостиницу. Это нормально, я считаю, это нормально и правильно, потому что люди просто как-то стараются организовать свой собственный семейный досуг. И, кстати говоря, наша главная ключевая аудитория, это, безусловно, семьи, это семейный туризм, и на это сейчас все направляем. В связи с этим мы понимаем, что работу надо перестраивать, ее надо перенацеливать на продвижение, на, скажем, рекламу своей продукции, и на, скажем так, производство все более и более каких-то интересных событийных мероприятий и активностей, связанных не только с экспозициями, но кроме того, мы сами вышли на рынок как туроператор. Мы получили лицензию туроператора, туроператора, теперь Владимирсовский музей официально является туроператором. Это открывает перед нами совершенно новые возможности. Мы можем предоставлять и уже предоставляем нашим заказчикам комплексные туры. То есть у нас можно заказать поездку полностью по Владимирской области, например, да и не только, кстати, мы уже возили группы за пределы Владимирской области. Можно заказать с гостиницей, с проживанием, с питанием, значит, с масштабистом, с трансфером. Принципиальное отличие статус туроператора и как раньше работал музей. Все же экскурсии так и можно было заказать. Ну, экскурсии имеется в виду экскурсии по городу, например, экскурсии по экспозиции. А теперь мы можем осуществлять, скажем, отрабатывать запросы на поездки комплексные. То есть, например, на несколько дней человек приехал. Мы можем сделать это своими силами. У нас есть гостиницы, партнеры. Пакетные такой? Да, да, пакетные туры. То есть это на самом деле для нас правильно, потому что мы главные держатели как бы турпродукта. То есть у нас экспозиции, музеи, экскурсии, наши экскурсоводы. И, соответственно, получается, что мы начинаем работать без посредников напрямую с людьми, которые к нам обращаются. Потихоньку эти темпы наращиваются, и, в общем-то, процесс пошел. Это очень непростой процесс. Начинать с нуля всегда очень тяжело. Но главное, что у нас есть продукт, который мы можем реализовывать. Мы уже организуем туры, в том числе и в другие города, и не только те, где у нас находятся наши музейные экспозиции. То есть и в другие города Владимирской области. Там, например, Иваново, Мурум, Гороховец, там даже Переслав Залезский, несмотря на то, что другая область. То есть мы вот так активно осваиваем это пространство. Я бы назвал, реанимировал вот эту историю, назвал ее, помните, у нас был такой термин, «Малое золотое кольцо Владимирской области». Вот фактически мы становимся главным здесь оператором по этой площадке. Потому что это действительно такая самостоятельная, мне кажется, история. Она совершенно правомерна, потому что Владимирская область, ну, может быть, только с Ярославской, может сравниться с ней, вернее, с Ярославской области, по количеству малых именно городов, где так много памятников, архитектурных достопримечательностей. Поэтому вот это вот кольцо, неважно, это кольцо или радиальные маршруты, но это очень даже такая интересная история для туристов, которую действительно каждый может посетить. Ну и, естественно, что все это смыкается, вот наша новая деятельность с 2022 годом, который объявлен годом культурного наследия. И мы понимаем, что вот знакомство с культурным наследием России по Владимирской области, оно очень актуально. И вот эти вот, скажем, наши стационарные такие мероприятия, связанные, например, с экспозициями и выставками, мы, конечно, дополняем активностями. Вот. Ну, формально мы тоже не должны были пройти мимо этого года. У нас открылся целый ряд выставок интересных, посвященных именно году культурного наследия. Это и удивительный мир ремесел в нашем музее «Хрусталя» в Гусе Хрустальном, где наша богатейшая коллекция декоративно-прикладного искусства сейчас выставлена. Мы исторически сказали Вафа Мечова, нашего, не боюсь этого слова, великого земляка, значит, автора многочисленных произведений лаковой живописи, лаковой миниатюры. Это «Древо жизни», которое мы выставили в Горховецком музее в рамках нашего сотрудничества. Мы, кстати, сейчас очень активно сотрудничаем с другими музеями области. И мы национальные костюмы, предметы быта самых разных народов нашей страны сейчас там выставили. «Богатырская наша сила» – специальная такая выставка. Она и для детей, и для взрослых такая семейная, про былинных наших героев. Советую всем посетить ее в палатах. Мы готовим еще очень интересную выставку, сразу анонсирую, будет в этом году выставка «Русский лубок». У нас богатое собрание «Лубка». Это такое очень своеобразное направление нашей народной культуры, которое заслуживает всякого внимания. Ну и, конечно же, событийные мероприятия. Мы сейчас четко понимаем, что возвращение к народной культуре, к корням, к истокам, к фольклору, оно очень важно в наше время. А не что иное, как Владимирская область является эпицентром этой народной культуры. Собственно, здесь сложился, на базе Владимира Суздальского княжества, бывшего на базе Северо-Восточной Руси, сложился не только русская государственность, но и русский народ. По сути дела, это эпицентр формирования русских, как этноса. И, конечно же, наша народная культура, Владимирская область, она весьма и весьма интересна. И мы сейчас формируем на базе Музея деревянного зодчества Центр русской народной культуры. Мы отлично понимаем, что Музей деревянного зодчества в Суздале это совсем не просто экспозиция, это не только памятники деревянного зодчества. Он будет мертвым без постоянного действия, без активности там. Оно, безусловно, было в музее всегда, но сейчас мы его очень качественно наращиваем. Во-первых, в преддверии тысячелетия Суздаля мы очень постараемся привести в порядок памятники деревянного зодчества, которые находятся у нас в музее. Понятно, что какие-то белокаменные памятники или серьезные каменные строения в Суздале и Владимире нам нужны на эти федеральные средства, мы сами не сможем осилить. Но вот ремонтные работы по музее деревянного зодчества мы уже делаем, они начаты. Я думаю, что за ближайшие два года до юбилея мы как-то приведем в порядок. И, во-вторых, мы сейчас очень резко повысили там активность. На самом деле все знают, наверное, как много у нас там было мероприятий на новогодние праздники. Мы практически каждый день нон-стоп, там были представления, спектакли, концерты. И мы вот набирали этот опыт и понимали, как это лучше организовать, чтобы привлечь людей. Я считаю, очень удалось, например, Масленицу у нас в этом году. Действительно было такое необычно активное мероприятие, практически целый день. И мы, что очень важно, сейчас пытаемся возродить все народные праздники и наполнить их подлинным народным содержанием. Очень многие вещи узнаются на ходу. Даже вот наши специалисты не знали еще про то, что это существует. Мы сейчас приглашаем очень много специалистов с Москвы, известнейшие по фольклору, по народной культуре, которые нам подсказывают что-то и так далее. И, конечно, в этом году будет очень много всего. Это и предстоящие троицы наши традиционные, которые мы тоже наполним различными аттракционами и событиями. У нас, кстати, в этом году планируется летом Золотой Витязь к нам приезжает. Золотой Витязь по Золотому кольцу, известнейший фестиваль. И он будет в основном на наших площадках, на музейных площадках. У нас уже есть договоренности с форумом Золотой Витязь. У нас, значит, ну, понятно, традиционный праздник огурца. Я обычно спас не буду их перечислять. Кстати говоря, значительное место фольклорная тема русской народной культуры, она занимает нашу музейную лекторию, который у нас сейчас обновился, тоже расширился. И приезжают, я считаю, очень хорошие специалисты. Наверное, многие побывали на очень, мне кажется, содержательной лекции про Масленицу. Перед Масленицей как раз была. Ну и не могу не, скажем, обратить внимание на новые мероприятия, на новые праздники, которые мы возрождаем. Ну вот, в частности, на 1 мая у нас запланирован праздник Красная Горка. И действительно, ну как-то у всех разные представления об этом празднике. Но опять же, покопавшись в литературе, подняв народные обычаи, подняв какие-то фольклорные истории, мы обнаружили, что это очень богатый многослойный праздник, который много-много всего, так же, как и на Масленице. Я сразу скажу, что, например, в этом году на Масленицу мы далеко не раскрыли все, что хотели, оставили еще на следующий год. Также на Красную Горку, вот у 1 мая она будет происходить в Суздале на территории Музея деревянного зодчества. Я всех приглашаю, будет очень интересно, я уверяю всех зрителей, потому что мы действительно, скажем, разыграем и какие-то номера фольклорные, там песни, танцы, и обряды, и какие-то обычаи, о которых, к сожалению, уже многие забыли и даже не имеют, наверное, представления. И я думаю, что мы с огромной радостью поделимся своими знаниями и своими подготовленными событиями с нашими посетителями. Так что 1 мая все к нам на Красную Горку в Суздаль. Ну, и я думаю, что это такая жемчужина в самой тематике этого года, год культурного наследия, да, вот именно такими, ну скажу, фишечками, да, да, историческими, я думаю, что музей может гордиться, и их коллекции очень много. Да, я с этого и начал, потому что действительно год народной культуры, он заставляет, может быть, нас лишний раз помнить о наших корнях, о том, что нам интересно. И вот такие вещи, как Красная Горка, как Масленица, как Рождество, они позволяют нам действительно проводить какие-то мероприятия, какие-то события, которые вызывают постоянный интерес к музею, чтобы не просто вот посещение экспозиции, прослушанные экскурсии, было какое-то движение, были события, и действительно было новые содержания каждый раз. И Красная Горка, которая пройдет 1 мая, это далеко не последние события в этом году, и я не буду пока раскрывать все карты, это не последний сюрприз, который мы в этом году людям предоставим, возможно, с ним ознакомиться. Поэтому ждем к нам посетителей, и не только приезжих, скажем, москвичей, и жителей других регионов. Мне, например, очень хотелось бы, чтобы нам все время приходило все больше и больше жителей Владимира и Владимирской области, потому что иногда, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что вот люди живут в Владимире, а в музее это практически не бывало. Это очень грустно, потому что наш регион настолько богат, настолько мы обладаем выдающимся культурным наследием, что уж живя здесь, я считаю, каждый просто обязан с ним ознакомиться. Поэтому все к нам. Да, лично знаю владимирцев, которые даже ни разу не были в Суздале, хотя живут вот такой рядышком. И так бывает. Итак, у нас сегодня в студии был генеральный директор Владимира Суздского музея-заповедника Сергей Рыбаков. Говорили о перспективах туристического сезона, настрой оптимистический, я понимаю. Безусловно. Есть планы, есть магистральные направления, о которых мы сегодня рассказали. И до новых встреч с анонсом самых интересных событий музея. Продолжение следует...